Друзья, всем привет! Если ролик начинается из автомобиля, значит что? Значит речь пойдет о скидках. И сегодня главным героем у нас будет модельный ряд компании BMW. Парни, присаживайтесь поудобнее, сегодня будет действительно полезно и интересно, потому что в этом ролике я вам расскажу о том, что к BMW привезли 318 серию новой автомобиля, ценник на которой будет примерно 2 миллиона, 2 миллиона 100 тысяч рублей при честных условиях. В этом ролике мы затронем третью серию, пятую серию, X3, X5, X6. В общем, мы пробежимся по модельному ряду. Понятное дело, что весь модельный ряд мы не охватим. В любом случае, пишите ваши комментарии. Если они будут востребованы, значит мы снимем другие автомобили. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. В этом сюжете предметом покупки станет BMW 3 серии 320 дизельная версия X-Drive, но не самая простая комплектация. То есть она уже будет с дополнительными пакетами идти. Цена автомобиля в розничную цену примерно 3 миллиона 150 тысяч рублей. Я вам расскажу, с какой скидкой мы ее забрали, но факт в том, что на момент поиска октября 2019 года такая машина была у двух дилеров. Машин действительно мало, несмотря на то, что спрос на них сейчас действительно есть. Но привезли очень много версий, именно 318. Напомню, это самая простая версия с двухлитровым мотором на 150 сил. По внешнему виду, пожалуйста, посмотрите, я вам вывожу фотографии на экран. По сути, плюс-минус все то же самое. Естественно, бросаются в глаза небольшие колеса, которые можно поменять. Салон у вас будет идти тряпичный, соответственно, его можно перешить в кожу, в эко-кожую, либо просто так оставить, доработать его можно. Но ценник автомобиля будет примерно 2 миллиона, 2 миллиона 100 тысяч рублей на честных условиях. Давайте перемещаться в зону выдачи, и я вам расскажу, на каких условиях мы забрали 320-ю с полным приводом. Салют! И мы с вами переносимся на выдачу новенькой BMW 320X Drive дизельная. Смотрите, друзья, вот этот автомобиль, вот это я бы даже сказал Кобра-красавица, стартует по цене 2 миллиона 720 тысяч рублей. Но это не простейшая версия, здесь есть дополнительные пакеты. Таким образом, рекомендованная розничная цена этого автомобиля в данной комплектации 3 миллиона 150 тысяч рублей. Мы забираем этот автомобиль со скидкой 400 тысяч рублей. Как заверяет менеджер, автосалон, он говорит, минус 200 тысяч на этот автомобиль. Но я вам скажу следующее. Вот на данный момент, октябрь 2019 года, два таких автомобиля в Москве. Вот в этом дилере и в другом дилере. Но у другого дилера были жесткие условия с точки зрения оплаты. Он просил 50% внести, только после этого он будет выкупать ПТС. А ребята приехали из Белоруссии, поэтому им эти условия точно никак не устраивали. Что мы сейчас делаем? Мы с вами осматриваем автомобиль, проверяем, что та комплектация, все подарки, которые нам обещали, мы их смотрим. Здесь, например, смотрите, какая ситуация. Изначально машина пришла на резине без технологии RunFlat. Такое бывает, то есть идет ремкомплект. Ребят это не устраивает, то есть им однозначно нужен RunFlat, потому что они катаются много по Европе и ездят. Соответственно, дилер пошел навстречу, перекинул резину. Подчеркиваю, два автомобиля. Вот в нужной комплектации, в нужном цвете всего два автомобиля. В этом, конечно же, минус. Почему? Все мы с вами хотим скидок. Когда будут скидки? Скидки будут тогда, когда будут автомобили в изобилии. Когда звонишь, у одного дилера есть такая машина, у другого дилера есть такая машина. Когда машина стоит при дилере с ПТС, естественно, конец месяца, ну, совпадающие условия будут подталкивать его сделать тебе дополнительную скидку. Я хочу сделать отдельный акцент на цену и на скидку. Вы должны понимать, что все автомобили наборные. Я не устану это повторять, потому что это напрямую влечет на цену. Опять же, когда вы ищете автомобиль, одно дело, если нужная вам комплектация в нужном цвете есть у каждого дилера, а то и по 2-3 машины, это хороший знак для того, что вы можете торговаться. Другое дело, когда вы ищете автомобиль, который в единичном экземпляре, который только-только приехал, как вы знаете, первые 30-40 дней, машина может стоять, денег не просит, соответственно, дилер может ее продавать не спеша. Опять же, бывают всякие ситуации, когда у одного дилера план выполнен, все нормальное, и они не гонятся за очередной продажей. А бывают такие ситуации, когда вы приходите к дилеру, и вот у него есть машина, которая застоялась, и вы тот самый клиент, который ищет ту самую машину. Вот здесь вы можете взаимодействовать и получить хорошее предложение. В любом случае, всем тем, кто с Республики Беларусь, друзья, привет, отношусь к вам вообще просто реально к братьям, обнял бы каждого. Имейте в виду, что многие ваши друзья, коллеги, соседи приезжают в Москву за покупками автомобиля. Почему? Скидки хорошие, то есть изначально автомобили у нас стоят дешевле, чем у вас. Плюс ко всему, торгуются дилеры, покупаете вы их здесь со скидкой. Третье. Люди зачастую, я слышу, бывает так, что оформляя договор купли-продажи, могут там что-то внести, написать чуть-чуть другую цену, когда вы приезжаете у себя в ГАИ, вы ставите его на учет по более низкой цене. Тем самым вы, опять же, экономите ваши деньги, потому что у вас есть такой понятие, как утилизационный сбор, который вы сразу оплачиваете. В общем, в любом случае, это востребовано, это актуально, ведь не просто так люди приезжают и остаются довольными, потому что они экономят солидную сумму денег. Друзья, приглашаю вас присесть в мечту многих. Я бы даже не сказал не то, чтобы мечту. Многие из нас хотели бы поездить на хорошей машине. Мы присаживаемся с вами в 530-ю дизельную версию автомобиля, который стоит в розничную цену, там, условно, больше 4 миллионов рублей. Факт в следующем. Эту машину за наличный расчет на честных условиях сейчас реально забрать 3500-3600, вот в этом диапазоне. Если вам за наличку, подчеркиваю, кто-то говорит, на этот автомобиль, там, меньше 3,5 миллионов, это реально хорошее предложение стоит брать. Запоминайте, 520-я, полный привод, комплектация бизнес будет вам стоить примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей. Вот в среднем примерно так. Если вы будете рассматривать комплектацию с М-пакетом, которая чуть-чуть побогаче, которая интереснее смотрится, как минимум, внешне, она обойдется вам примерно 3 миллиона рублей. Парни, я вам подчеркиваю одно, что я называю цифры с учетом того, что мы покупаем по-честному за наличный расчет без кредитов, без трейдингов, без каких-либо дополнительных услуг и продуктов. Ну а самые простые комплектации на заднем приводе вам обойдутся примерно по цене 2 400-2 500. Возможно, это будет еще ниже, потому что вы прекрасно понимаете, зимой автомобили на заднем приводе продаются не так уж и хорошо. И не важно, какой это будет мотор, бензиновый или дизельный. Ориентир 2 500 и ниже. Возвращаясь к вопросу цены и самому главному вопросу, когда же лучше покупать вот сейчас, либо к концу года, либо в следующем году покупать автомобиль предыдущего года. Друзья, здесь на самом деле как повезет. Если вы будете все время сидеть и ждать, что вот-вот в следующем месяце, в следующем году вы найдете более низкое предложение, то будет получаться так, что смотрите, наступит следующий год, а вдруг машины распродадутся, и так комплектация в том цвете, который интересует вас, она уже уйдет. Если вам не принципиально, какую вы хотите, ну тогда да, можно сидеть и ждать, потому что в следующем году, ну теоретически, ценник на простогодний автомобиль, ну на текущий год, 2019, естественно, должны упасть, будут ниже. Но не так, что, допустим, вам сегодня предлагают интересный автомобиль, ну, к примеру, условно называют, за 2 миллиона рублей, уже цифра хорошая, а вы надеетесь, что в следующем году вам его продадут за 1,5 миллиона рублей, такого не будет. В модельном ряду BMW, Audi, Mercedes такие большие скидки, возможно, когда появляется новый кузов, и дилеры распродают текущий кузов, как это происходит сейчас с BMW X6. Что хочу про него сказать. Вот когда мы снимали тест-драйв на BMW X6, очень много было комментариев из серии, да это говно машина, да кому она нужна, некрасивая, такая-сякая. Ну, как только сейчас на них начались бешеные распродажи, в связи с тем, что уже в конце ноября в автосалонах появится новая BMW X6, скидки на них делают примерно полтора миллиона рублей. То есть реально можно найти комплектацию, там бизнес, либо еще там повыше комплектации, есть ниже 4 миллионов рублей. В данном автосалоне эти машины уже все распроданы, то есть осталась одна машина. Есть комплектации жирнее, богаче, естественно, там тоже можно скинуть полторашку, но факт в том, что они будут стоить там, брат, 4,5-5 миллионов рублей. Были даже те люди, кто мне писал, что он якобы купил самую простую версию BMW X6 за 3 миллиона 300 тысяч рублей за наличный расчет. Минус полтора – 4 миллиона рублей. Если для вас это хорошая скидка, и вы за 4 ляма готовы себе позволить автомобиль, пожалуйста, покупайте. Мы присаживаемся с вами в красавицу трешечку M Performance. Друзья, в продолжение цен о третьей серии. Смотрите, здесь на самом деле есть очень много моментов. Для вас в среднем вы не превысите ценник в 3 миллиона рублей, и вы не опуститесь на ценник 2-2-100 за полный привод, как это было раньше с предыдущей версией. Соответственно, полный привод для вас должна быть цифра в голове. 2 500-2 700 в этом диапазоне. Задний привод, естественно, ниже 2,5 миллионов. Все автомобили точно так же наборные. Может быть, другой салон, чего-то быть больше, чего-то меньше. По стайлингу, по внешнему виду. В общем, на это тоже нужно смотреть. Факт в том, что поторговаться можно. Но я уверен, что на BMW, в частности на трешке, будут хорошие предложения как раз-таки в следующем году по весне. Самое главное, чтобы сейчас побольше подвезли автомобилей. Будет больше автомобилей, сейчас рынок насытится. И здесь придет время хорошенечко торговаться, забирать свою трешечку по привлекательной цене. Существует форум у владельцев BMW, где люди хвалятся и пишут, на каких условиях они купили автомобиль. А точнее, по какой цене. Так, например, один человек пишет, что этим летом он купил 330-ю по цене 2,5 миллиона рублей. Другой человек пишет, что он купил 320-ю на заднем приводе по цене примерно 2-200 миллионов рублей. Но я не могу ручаться за их цены. Я их стараюсь называть максимально аккуратно, чтобы не выглядеть в ваших глазах балаболом. Почему? Написать и сказать можно все, что угодно. Можно рассказывать и бить в грудь то, что ты купил машину в максимальной комплектации, цена которой 4 миллиона рублей, ты ее забрал за 2 миллиона рублей. Показывает договор, что вот 2 миллиона. Но вы все прекрасно знаете, что нужно обязательно смотреть на все условия сделки. Факт в том, что покупка автомобиля со скидкой это всегда индивидуальный процесс. Вот вы запомните и услышите это раз и навсегда. Потому что после ролика с Ауди, когда мы купили у одного дилера А5 с хорошей скидкой и КУ5, многие люди приехали туда и сказали, я хочу вот на таких же условиях. Друзья, я вам постоянно говорю, нету идеального дилера. Хотите купить машину со скидкой, нужно всем звонить. Это работа. Нужно ее проделать, искать машину, выжидать, как только появляется хороший экземпляр, бронировать и забирать машину. Сидеть и думать, что вот сейчас там в ролике скажут, а приезжайте туда, вам сделают скидку. Такого никогда не будет. За любую скидку нужно побегать, нужно побиться. Повторять одно и то же, о том, что с кредитом могут обмануть, общаться страхованием жизни я не буду. То, что трейд-ин это совсем другая история, когда ваш автомобиль занизили, при этом вам дали дополнительную скидку. И в лучшем случае, если вы вышли в ноль или заработали какой-то бонус для себя, что продали автомобиль дороже, нежели чем могли бы продать его сами. В этом сюжете мы все детально проверили, посмотрели все договора. То есть, прокупка происходит точно так же, как если бы он был бы, покупал бы у себя дома в Беларуси. То есть, никакой разницы абсолютно нет. Приехал, купил, уехал. Все. Поэтому, друзья, в любом случае, когда вы покупаете автомобиль, читайте внимательно все документы. Если есть какие-то вопросы, задавайте их напрямую менеджеру, звоните другим людям, консультируйтесь, не подписывайте то, что вы не понимаете. А здесь у нас спряталась третья серия предыдущая Гран-Туризма, где очень много места сзади. Друзья, тот самый семейный автомобиль от BMW, вот именно третья серия, что ты садишься, ну, посмотрите, места очень много, чувствуешь себя комфортно. Я покупал такой автомобиль год назад. Тогда ценник на него был со всеми скидками 2,5 миллиона рублей. Помню, прозванивал всех. Там тот момент Азимут, который сейчас закрыт, менеджер, который продавал машину, теперь работает здесь. Сейчас, в силу того, что это последние тачки, их распродают, вот их как раз можно забрать примерно 2,2 в этом диапазоне. То есть реально скидки будут там миллион, даже больше миллиона можно перешагнуть. Но это уже предыдущее поколение. Кто-то скажет, фу нафиг, с другой стороны, вот честное слово, я вам скажу так, что для семьи, для молодого парня, если у тебя есть два ляма, и ты найдешь предложение за два ляма, ну, согласитесь, полный привод, все, что нужно, все есть, большой багажник, много места сзади. Друзья, ну, блин, реально очень крутое предложение. Не знаю, как некоторые говорят, типа, фу, да ну нафиг, и при этом берут какого-нибудь корейца. Ну, не знаю, конечно, дело кусовщины. Новый X3, господа, друзья, есть комплектация, самая простая, называется она Urban. По прайсу она стоит 3 миллиона 150 тысяч, если я не ошибаюсь. Факт в том, что ее можно забрать примерно за 2 700. Нам делали такое предложение, но, опять же, ты знаешь, такое условно-уникальное предложение, потому что сейчас вы позвоните, но вам, скорее всего, предложат за 2 800, 2 900, подчеркиваю, на честных условиях. Более дорогие версии, естественно, ценник изначально будет выше, ну, и там уже отметка будет за 3 миллиона рублей. Простенькую, я думаю, к концу года, вот с таким маленьким дисплейчиком, вы сможете забрать как раз в день 2 700, 2 800, но это будет полный привод, это будет кроссовер, это будет новая машина, это будет текущий актуальный кузов. Его, к сожалению, нет в шоуруме, поэтому нам придется присесть с вами в X7. Скидок нет практически вообще, то есть 1100-1200 на них скидывают, это в лучшем случае, ну, реально, машина востребована, вот что значит кризис в стране. Реально, говорит, раскупили все машины, то есть повышенный спрос, люди звонят в тот же момент и X7, когда они пришли, ну, здоровая тачка, думаешь, вот иной раз люди пишут, X7, там, или там, Toyota Land Cruiser 200, вот такие здоровые машины для города, да кому они нужны, ведь неудобно, фу, друзья, я не знаю, кто все эти люди, но их очень хорошо раскупают, поэтому вот вам пожалуйста картина, тачки стоят свыше 5-6 миллионов, а на них очередь, нет особо больших скидок, и факт в том, что они очень даже хорошо продаются. Итак, можно продолжать по всему модельному ряду X1, X2, четвертая серия, шестая серия, там 100 тысяч, там 200 тысяч, а там 500 тысяч, вы должны понять следующее, этими роликами я не пытаюсь ни в коем случае рекламировать свои услуги, этими роликами я вам хочу показать, что есть рекомендованная розничная цена и есть прямые скидки от производителей, есть прямые скидки от автосалона, и их можно получать. Хотите купить новую машину со скидкой, выделяйте время, выделяйте 20 числа месяца, то есть вот лучше во второй половине месяца, садитесь, прозванивайте, всем дилерам звоните, ищите вашу машину, таким образом вы сможете понять, какая будет ситуация на рынке, и купить свой автомобиль с хорошей скидкой. Друзья, тем временем этот ролик подходит к концу, а сзади меня едет наша новенькая BMW, которая уезжает к нашим братьям в Беларусь. Всем тем, кто с этой республики, друзья, имеете в виду, у нас машины дешевле, у нас делают скидки, у нас есть возможность для вас экономить с утилизационным сбором, в общем, одни сплошные плюсы, поэтому, если что, имейте в виду, экономьте ваши денежки. Парни, я всех вас приглашаю в комментарии, пишите ваше мнение, что вы думаете по модельному ряду BMW, кто из вас что бы хотел купить, кто что покупал, с какой скидкой, не забывайте учитывать честные сделки за наличный расчет без обмана с кредитом. В любом случае, ставьте лайки, ставьте дизлайки, обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие новости. У меня на этом пока что все, до новых встреч, всем пока-пока.